привет друзья сегодня 3 апреля двадцатого года мы сегодня гуляем вот такими козьими тропами предлагаем вам немножко погулять вместе с нами смотрите какая здесь красота аделька бежит вперед по тропинке и показывает путь вот там внизу море под обрывом очень очень спокойно и сегодня погода хоть и солнечная но все еще прохладная сегодня мы вышли гулять с определенной целью не просто так я хочу найти мох и попробовать его рассадить у себя в саду вчера поснимала немножко своего сада покажу вам тоже в этом видео что там у меня сейчас растет и насчет мха хочу попробовать его сделать способом с кефиром ой да еще кефира надо купить зайти и в общем-то все многие говорят ютюбе что это что это фейк что ничего не получается а я все-таки рискну и попробую этим временем мы пробираемся саделькой между заброшенными дачами по старой-старой тропинке поближе к морю некоторые дачки стоят такие симпатичненькие обжитые а некоторые совсем заброшенная вот на этой тропе мы бываем довольно таки редко очень пахнет морем и цветущими деревьями сладко-сладко полисаднички здесь у людей нарциссы цветут и буквально вот тропинка разворачивается и мы выходим на обрыв море привет как же чтобы не поздороваться конечно такое бесценное сокровище которое у нас тут есть а вот смотрите что осталось позади нас шумишь да тихонечко хлюпаешь ну хорошо хорошо что ты сегодня такое не злое не сердитые и не бушующие прошу прощения что камеры дергает потому что дорога неровная как видите да еще и собака меня тоже туда-сюда ешь везде нужно свой нос всунуть любопытный до оделя море такое блестящее блестящее ну пойдемте поближе туда как обрыва к краю там молодой человек сидит в позе лотоса на самом краешке обрыва и медитирует мы с ним встретились на тропинке он нас обогнал и уже устроился вот так эта тропинка извивается вот такой петлей и идет прямо туда вниз море очень красивое бирюзовое и какое-то даже полосатое ой вы даже не представляете себе как тут хорошо какая благодать что у нас есть море что вот так даже на время карантина можно выйти на абсолютно безлюдный берег не встретив никого по пути разве что одинокого медитирующего парня и наслаждаться вот этой вот благодатью благодать как говорит моя мама вот самый самый край обрыва а дель ты туда не ходи там очень-очень глубоко старые дачки абсолютно не гламурные как ближе туда к центру нашего поселка а вот там где желтая полоса пляжа это наш пляж куда я обычно хожу летом хорошо немножко постою постою на краю кто же это пел постою на краю Высоцкий по моему постою на краю и пойдем в поисках мха а вот с той стороны мы с Юрой набирали камни не так давно не так давно вот 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 с нашим берегом с нашим обрывом просто беда конечно каждую весну новые разломы и новые оползни Вот сюда к краю подходить аж страшно. Дерево скоро свалится это. Вон какой разлом опять образовался. Весь этот пласт скоро съедет съедет в море. А вот тут намечается еще один. Кто-то там на берегу уже совсем голяком. Он вытирается полотенцем быстро-быстро. Вблизи снимать не буду, потому что это неэтично. Но человек абсолютно голый, видно купался в море. Люди на время карантина приехали на свои дачи, копаются в огородиках, слышны разговоры, какие-то детские крики и смех, детские голоса, а мы идем дальше. Вот в этой впадине между двух холмов раньше была свалка мусора, а сейчас ее расчистили. Слушайте, это так приятно на самом деле. Расчистили, огородили вот этот вот крутой спуск сеткой. Даже там какие-то ступеньки сделали и получилось прекрасное место для пикника. Когда это дерево распускается, там очень тенисто в жару летнюю и очень-очень приятно отдыхать в этой впадине. И смотрите, какое тут объявление. Написано, пожалуйста, не бросайте здесь мусор. Но у кого же поднимется рука, бросить мусор, когда есть такое вежливое обращение к людям и когда видно, что тут с любовью все привели в порядок. Вот эта впадина, это место еще с другой стороны. Зарастет травкой там, распустится дерево и будет место просто шикарное для отдыха. Я еду в прохладе у моря. Эх, счастливые люди, кто имеют дачу в таком месте, на самом-самом-самом берегу. Проснешься и вот оно море. Засыпаешь под шум волн. Хотя мы тоже недалеко от моря, конечно, живем. Но это все-таки совсем не та атмосфера. О, самолет летит. То ли военный, то ли медицинский, с красными крестами на крыльях, потому что пассажирская авиация, конечно, у нас сейчас закрыта. Ой, наснимала уже так много. Наверное, сам процесс, сам процесс того, как я буду сажать мох, буду снимать уже в другом ролике. Поднимаемся сейчас на обрыв и подойдем к другому пляжу. Посмотрим, что происходит там. Козьими тропами. Адель, ты успеваешь за мной? Давай-давай, беги. Смотрите, как хиномелис цветет. Айва японская. Это здесь около нашей местной поселковой школы. Такие кусты красивые. Ну вот, пять минут, и мы на большом пляже. Море на месте. Песок на месте, волны на месте. Яхты все стоят. Чайки орут. Людей мало. Сейчас-то ковыряю здесь немножко мха. И еще и не всякий мох подойдет. Я хочу мох поселить на цементе, на бетоне. Так вот, нужно брать только тот, который с бетона растет. Снимается легко, пластами. Почему-то мох всегда на вид, как будто бы он сырой и холодный. А на самом деле он сухой-сухой и очень мягенький, приятный. Так вот, мох, растущий на дереве, не подойдет для бетона. Надо искать именно такой, который растет на цементе. Хочу, чтобы у меня было вот так. Прекрасный кусочек.